Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение вносятся ряд кандидатур для назначения на некоторые должности в государственном параде. Бузовский Игорь Иванович представляется на лакантную должность ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь. Жук Роман Борисович представляется на должность председателя Барановичского районного исполнительного комитета. Стригельский Андрей Валерьевич представляется на должность заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета в вопросу социальной сферы идеологической работы. Корж Александр Степанович представляется на должность председателя Малоринского районного исполнительного комитета. Горбуль Алексей Валерьевич представляется на должность председателя Росонского районного исполнительного комитета. Шибека Владимир Дмитриевич представляется на вакантную должность главы администрации Заводского района города Минска. Воронинский Валерий Викторович представляется на должность главы администрации Центрального района города Минска. И Поляков Николай Александрович представляется на должность главы администрации Партизанского района города Минска. Все кандидаты прошли углубленное изучение, собеседование, никаких препятствий в возможности назначения на данные должности. Вы уверены, что Игорь Иванович справится с этой работой? Я полностью уверен, и я бы не давал, Александр Горьевич, свою личную рекомендацию в пользу этой комитетуры. Ну, а какие вы отмечали недостатки у Игоря Ивановича? Ну, не бывает же человек без недостатков. Александр Горьевич, на самом деле, видимых недостатков я бы здесь не говорил. То есть он прячет свои недостатки? Да нет, просто человек уже зрелый, значит, прошедший очень много серьезных должностей и центральный район города Минска, и БРСМ. И в администрации на рядовых должностях, на самом деле, несмотря на какие-то вызовы судьбы, он и защитился, значит, кандидат социологических наук, что нам очень важно, причем по теме информационной безопасности. Ну, это меня всегда настораживало, когда чиновник параллельно пишет диссертацию, я долго колебался по поводу согласия, но человек хочет ученым быть ради бога. Ну, Александр Горьевич, он сегодня работает в Академии управления на 0,25 ставки, выходные там, занимаясь научной и преподавательской деятельностью. Я просто хочу обратить внимание, что ошибки там быть больше не должно. Это должен быть исключительно надежный, исключительно профессиональный и человек к месту. Значит, не должно уже быть в стране лучше, чем он. Это серьезная академия образовательная, где готовится руководящая кабель. И везде, кстати, некоторые сейчас, значит, еще проходят обучение. Ну, потом там надо реформировать Академию. Реформируют в том плане, что учиться там должны те, кому надо. То, что для государства нужно. Не просто вот они там в кадровом реестре президента или еще где-то. Давай их всех чохом туда поведем. Кому надо, кому не надо. Некоторые закончили Академию управления, я их неплохо знаю. Ну, она им не нужна была. Они без Академии хорошо работают или плохо работают. Зачем, спрашивается, мы обучали и тратили деньги. Поэтому нам надо вместе с администрацией выработать четкую систему, кто должен получать образование в Академии. Тем более там же в основном второе же образование получают. Там совсем немного тех, кто обучается на первичном таком звене. Да, как вы и говорили, сотня золотая на бюджете. Именно золотая. Да. Там отбор должен быть, ну, как раньше отбирали в партию или в охотничий коллектив. Я хочу... Невозможно было уступить. Александр Горьевич, последних два года все выпускники, которые первая ступень, распределяются в государственные органы и организации. Даже стоит за ними очередь. То есть все это или прокуратура, следственный комитет, центральные органы власти, министерства, ведомства. Ни один человек не распределяется куда-то вообще на улицу и стоит очередь за нашими выпускниками. Ну, это хорошо, что все они достойны работать на госслужбе. Это хорошо. Но надо понимать, что золотая сотня, правильно сказано, вот это должны быть исключительные люди. Патриоты до мозга костей. Это первая ступень. Дальше образование второе получают и так далее. Еще более строгий должен быть подход. Всегда кто-то захотел или вы кого-то привлекаете. Первый вопрос. Надо или не надо его там обучать? Может, кому-то и надо на перспективу получить это образование. Но чохам ничего не должно решаться. То есть это, что касается по набору студентов в вашу академию. Дальше у вас же повышение квалификации. И переподготовка. И исключительно везде надо подходить принципиально к этому. Поэтому биография у тебя хорошая. Ты видел на разных уровнях эту работу. Государственную службу на разных уровнях. Ты надежный, преданный человек. Профессионал. Но если думаешь, что там будет легче, чем на предыдущей работе, ошибаешься. Тяжелейшая работа. Притом под моим уже контролем. Я постоянно буду им задавать этот вопрос в администрации. А как? А где? И прочее. Но и привлекать всех нас надо в разных формах к обучению, преподаванию в этой академии. Чиновник, государственный служащий должен бывать в академии постоянно. Я не говорю, что он там лекции должен читать. Но любой государственный служащий, тем более Рыженков, Лукашенко или Головченко, они же по своему профилю, а вы их обучаете по этим профилям, они же информированы и обладают большим опытом информации. И донести это до наших слушателей в академии или студентов очень важно. Поэтому здесь также надо наводить порядок. Ну, я уже не говорю там о других моментах внутренних, которые касаются академии. Вот поэтому я очень сомневался, когда предлагали разные кандидатуры, в том числе и твою. Потому что мы не можем ошибиться. Но остановиться я на твоей кандидатуре, все-таки надеясь на то, что и перспектива у тебя, и сам тебе же надо работать в этом направлении, коль защитился. Поэтому я хочу, чтобы ты проникся вот этой ответственностью за свою будущую работу. Очень хочу. Но легко не будет, я тебе сразу предупреждаю. Что касается наших ребят, которые сегодня, завтра приедут на свои новые рабочие места. Очень, как обычно, прошу вас разобраться с кадрами, с которыми вы будете работать. Задачи, которые нужно сегодня выполнять, вы знаете. Мою оценку работы председателей райисполкома и главы администрации в городах вы тоже знаете. Вы по разным причинам, порой от себя независящим, не дорабатываете. Потому что губернаторы слишком там пережимают, не дают возможность раскрыться и более свободно работать. Правда, не везде. В Гомельской, Витебской, Могилевской, восточных областях у нас работы, огромное поле деятельности. Там никто никому мешать не будет, потому дай бог результат, чтобы был. Может, где-то в других областях губернаторы больше власть держат в своем кулаке, где-то не доверяя руководителям. Поэтому я вас сразу ориентирую и всегда говорю, вы президенты на своей территории. Вы должны организовывать процесс. Вы должны за всеми процессами наблюдать. Начиная от прав человека, у нас никаких амбудсменов нет, президент и вы, мои люди на местах, занимаетесь правами человека. Мы не должны создавать в обществе излишнее напряжение. Но и вольницы не должно быть в нарушении законов. Поэтому посмотрите, с кем вы будете работать. От всех ваших отделов культуры, отдела народного образования, экономики, промышленности, сельского хозяйства, управления и так далее. Некоторые из вас работали на этих должностях. От этих до ваших заместителей. Но, я как всегда говорю, шанс надо давать всем. Хотите работать? Вот я же сюда не прибежал, с луны не свалился. Меня прислал сюда президент. Я работаю. Если у вас какие-то есть вопросы, они не решаются ни на месте, ни особенно тормозятся в области. У вас есть прямой контакт в администрацию президента. Немедленно докладывайте, сообщайте. Будем помогать их решать. Ну и мы четко уже вошли в электоральный период. Председатель ЦИК день тому назад доложил о ситуации, как будем проводить выборы и прочее. Не надо ждать чего-то нового. Вы были все участниками этих выборов. Мы, как я сказал, не должны обидеть людей. Все должно быть четко, красиво, в интересах нашего государства. Тем более наши так называемые беглые оппоненты так уже опростоволосились, что дальше некуда. Уже ни они, ни их кураторы не могут нас упрекнуть в том, что мы используем административный ресурс или какие-то другие запрещенные законом ресурсы. Вон из 7 миллионов почти 7 избирателей у нас аж 6 тысяч проголосовало. Даже диаспоры не стали за них там голосовать. Уже там организовали, и то те уже там самим себе не верят. Но зачем проводили? Мы говорили открыто, к чему это приведет. Зачем проводили эти выборы? А деньги же нужны для существования. А как поедешь без портфеля? Вот вроде у него есть портфель. Но какой это портфель? Поэтому не им нас упрекать. Я всегда говорил, мы проводим выборы для себя. Не смотрите по сторонам. Все, чему они нас учили вот эти годы после распада Советского Союза, это для того, чтобы иметь под рукой и в подчинении. Шаг влево, шаг вправо. Не денег, еще и голову снимут. Поэтому они там сидят на довольстве у американцев и евросоюзовцев отдельных. А еще и готовят вооруженные провокации против нас. Но это мы справимся. Ваша задача – работать с людьми. Вы должны, прежде всего, познакомиться со всеми трудовыми коллективами. Чтобы как минимум специалисты в сельском хозяйстве, колхозах, совхозах и предприятиях, которые в городах у вас будут, чтобы они знали, кто вы такие, и для чего вы присланы. Разберитесь в райисполкоме и идите к людям. Неплохой урожай на полях – это ваша забота. Неплохой урожай. Пока. Господь нас пожалел в этом году. Пока. Я думаю, что все-таки мы соберем неплохой урожай. Если вы подготовитесь к этому. Да, дожди прошли. Мы влезли сейчас в кормозаготовках, влезли практически уже в уборочную компанию. Поэтому, как бы ни было сложно, надо заканчивать заготовку кормов, где-то второй укос, и тихонько, параллельно, сегодня уже готовить комбайны к уборке хлебов. Нам надо убрать рапс, надо азимый ячмень убрать. Рапсы вообще отличные стоят в основном. Ну и основную массу хлебов надо будет убирать. Поэтому распределитесь, посмотрите, каких механизаторов у вас не хватает. Может, где-то кого-то надо привлечь. И не может быть, а с городов надо привлекать. Определитесь с председателями обл. исполкома, в горе с полкома. Привлекайте с городов людей. Два-три человека толковых в любое хозяйство, а не в каждое надо. Это, ну, в пять хозяйств надо в районе. Так что вы 20-30 человек не найдете? Найдете. Но это уже сейчас надо готовиться к этому непростому испытанию. Жим и контроль будет очень серьезный. Еще и потому, чтобы не потерять этот урожай. Будет хороший задел у нас, какие-то лишние тонны. Ну, так у нас есть куда положить золотовалютный резерв. В общем, мужики, ничего нового. Все старое, хорошо забытое или не забытое, в этом направлении действуйте. Еще раз подчеркиваю. Вот в рамках вашего района, в городе района, вы там за это отвечаете. Контролера у нас достаточно и тех, кто спрашивает, их достаточно. Но ответственность вся на вас. Привлекайте к работе правоохранительные органы, структуры, прокуратуру и так далее. Они все должны работать с вами в единой связке. Первое лицо в районе – это вы, председатель райисполкома.